Нету моего сына. В гробу лежит мой сын. И я возле гроба обещала найти мошенников. И я нашла. Прошло уже два с половиной года после трагедии с моим сыном Павлюченко Русланом Игоревичем, который умер, погиб 15 сентября 2018 года. В то время я не могла знать, кто это. Я просто подозревала людей, которые, скажем так, посленно участниками являются этой трагедией. Но доказательств у меня нет на этого человека. И следствие дважды было закрыто. И не могли найти этого человека. Я работала вместе с адвокатом. Адвокат помог найти этого человека. Это был фейк. Екатерина Семенова. Это был фейк. На самом деле за этим фейком скрывался Высоткин Валерий. И вы представляете, вот это все творилось пять лет. Мы, я работала воспитателем, у меня копеечная зарплата. Сын у меня охранником работал, тоже копеечная зарплата. И мы все эти деньги, пять лет мы жили, я не знаю, мы как в рабстве, как рабы были. Все деньги шли на этого Высоткина Валерия. Может, там еще есть какие-то ребята. Подобные, может быть, такие же ребята. Пожалуйста, не впадайте в рабство. Открывайте глаза то, что говорят Вам близкие. У меня сын, у меня был в каких-то как в розовых очках. Он не слышал, о чем я говорила. Близкие родственники ему тоже говорят, очнись, Руслан. Не верил, он был, он зомбирован был. Вы понимаете, зомбирование, они слышат только команду этих людей. Им нужны деньги. И он искал, он голодный ходил на работу. Все до копеечки, потому что там была команда, там была жалость. И он выполнял эту команду и шел на поводу этих мошенников. И вот этот фейк, который вел сам Высоткин Валерий, брал фотографии. Эта девушка жила, живет в Перми. Жанну ее зовут. И фамилию я не помню. Записала мне эта фамилия. Вот, скачивал те фотографии. Девушка выставляет фотографии. На второй день это фотографии Волгодонской у Кати Семеновой. Этой Жанны. Вот. И... Я вам хочу сказать. Мы связались уже, когда шел суд. Я с благодарностью этой Кате. Ну, то есть Жанне сказала. Спасибо тебе, что ты не ушла с контакта. Что ты нам поверила, что нам помогла в следствии. Вот. Это не голословно. Вот копия. Вот копия уже приговора. Был суд. Второго. Марта. Был суд. Вот эта копия заверенная. И хочу сказать, что я этим приговором недовольна, потому, что я потеряла, мало то, что за пять лет рабской жизни, да, скажем так. Я потеряла сына. И этому Высоткину Валерию суд принял решение год и шесть месяцев исправительных работ. Не в колонии. Он будет жить у себя дома. И будет ходить, и не знаю, будет ли он вообще ходить на эти работы. И двадцать тысяч стоит мой ребенок, да. Я всю жизнь его любила, лелеяла, растила. И за двадцать тысяч у меня частично морально компенсация. Я не знаю, это вот, это какие-то ворота может влезть. Как это все доказывать? Нету таких, такой статьи нету, законов таких нету, как мне объясняют судья и адвокаты. Как дальше жить? Куда мне идти? Кто мне поможет в этой ситуации? И кто Вам поможет потом в этой ситуации или Вашим матерям, если Вы не будете думать и слышать и слушать своих родителей? Это мой единственный был ребенок. Тяжело мне было его самой поднимать. Когда мама помогала мне поднимать этого ребенка, вырастили, хороший, добрый ребенок, парень вырос, мужчиной стал. И я его потеряла. Нет у меня ни поддержки, ни помощи, ни мужа нету, ни сына нету, ни брата нету. Как дальше жить? Не знаю. Кто мне поможет в этой жизни? А этот товарищ, который его погубил, моего сына, ходит на свежем воздухе. Он улыбается всем, живет дома, весело ему, хорошо. А моего сына нету. Нету моего сына. В гробу лежит мой сын. И я возле гроба обещала найти мошенников. И я нашла, я нашла. И прошу вас, будьте бдительны. Не поддавайтесь уловкам в компьютере. Пожалуйста, молодежь, услышьте меня. Я тогда, два года назад кричала, услышьте меня, я вам говорила. Услышьте. Я в черном платочке была. Я в страшном трауре была. Сейчас немножечко прихожу в себя, но никто не знает, как я встаю на рассвете со слезами. Весь день дома со слезами. Ложусь спать тоже со слезами. Никто не видит моих слез. Я вас прошу, чтобы ваши матери не видели этих слез. И вы себя тоже. Жизнь, это же не игрушка ее, второе ее уже не будет. Это здоровье и жизнь, это дар Божий. Надо жить, радоваться жизни и слышать своих родных. Услышьте меня, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова